всем привет приветствую вас на моем канале и сегодня мы будем подготавливать нашу скумбрию горячему способу копчения у нас две штучки вот такие вот отлично свежемороженных скумбрий они в общем классные свежее мороженое скумбрия есть смотрите сейчас что мы будем делать мы вытащим жабры скумбрии да потом сделаем разрез от анального отверстия до головы вытащим все нут нутрости хорошо ничко промоем и будем готовить ее к посолу вот так вот так сейчас все это сделаю и я включусь ну и вот почистили мы нашу скумбрию вытащили жабры полностью вычистили промыли с этой тоже самое все сделали есть да так я взял посолочную сделал посолочную смесь тут у меня 70 грамм соли 50 грамм сахара сахара многовато кино черный перец и лавровый лист все это перемешиваем смотрите на две скумбрии я возьму ровно половину этой смеси то есть у меня еще будет селедка я буду делать еще параллельно ролик то есть ну сейчас я выброшу ссылочку в описании не в описании а прямо сейчас появится чтобы вы если вам интересно чтобы вы нашли этот ролик сейчас будем ее солить так я беру обычный цельный пакет чтобы утром ней не мыть ничего тару то есть берем нашу смесь вот так ложим на дно тоже на кумбрию соль должна попасть и внутрь посоливаем хорошо многие говорят что когда солите нельзя скрывать это разница я совсем не увидел вообще может я что-то не понимаю разницы вообще не что сейчас его скрыть что скрыть потом после посол одно и то же так отправляем до утра это у нас примерно 9 часов до утра в холодильник пускай просаливается потом я промою ее от соли вымачивать не буду просто промою обвяжу бросаю на просушку и в коптильню в общем я вам буду показывать что у нас получается до скорых встреч ну и вот ребята прошло у нас 9 часов засолки я только что ее промыл от специи то есть рыба обмытая специи в средине нету то есть сейчас будем ее обвязывать сейчас мы возьмем такой вот шпагат и на будем начинать вязать так сейчас я все перевяжу и покажу что у нас получилось ну и вот ребята перевязали мы наши скумбрии сейчас будем выставлять ее на просушку она не должна быть сухой и вяленой мне просто должна обсохнуть кожа чтобы хорошо лег цвет крайней мере я так буду делать вот так все отправляю на просушку как коптил и если я успею вам показать то и покажу как коптить как вывешивал коптильню а нету потому что получилось и расскажу как так скоро включусь ну и вот коптим примерно полтора часа температура 58 градусов я выставил на 60 смотрим что у нас происходит так видим наша скумбрия уже желтоватая я наверно сейчас дам больше температуры чтобы хорошо все сделалось ну и наша селедка тоже уже цвет хороший мягенькая вот так вот все в общем сейчас дам температуру больше и скоро будем уже заканчивать копчение так скоро включусь так пришло у нас еще 15 минут дым идет вот такая у нас получилась скумбрия цвет очень красивый цвет хороший вот так вот в общем сейчас и и оставлю просто на холодном дыму пускай хорошо пропитывается дымком и в принципе все скумбрия у нас будет готово так я потом утром еще включусь покажу что у нас уже получилось до утра ну и вот ребята какая скумбрия у нас получилось цвет вообще классный золотистый она сама по себе мягенькая ну не очень но мягенькая это все-таки горячее копчение вот такая красота только нет цвет мне очень понравился она целая нигде ничего в нее не разорвалась видите да спинка целая в общем температура 60 было а потом и на минут десять-пятнадцать дал температуру восемьдесят градусов ну 78 там было чтобы немножечко дать более яркий цвет а так все у нас получилось нормально так ну что в общем кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал все до скорых встреч